добрый день подписчики канала дача сад сегодня я хочу вам рассказать о таком цветке как каланхое наверное все знаете его многие слышали домашний цветок вот он у нас растет горшке и вот он дал нападали семена вот зашли значит у него сеянцы вот эти сеянцы мы будем сегодня пикировать распикируем ну и заодно познакомимся с ним чем он хорош какие свойства его лечебные полезные вот сейчас я значит выкопаю затем продолжим так вот я значит выкопал рассаду каланхое сеянцы и сегодня решил их тут же распикировать пикировать я буду вот стоит у меня большая значит ячейка здесь мелкие стаканчики 2 2 на 2 где-то и около 100 ячеек кто-то вот в такую ячейку я буду пикировать ну и здесь немножко потом здесь дальше буду сеять другое так так же я раскладываю здесь на бумагу чтобы легче было брать разбирать и берем первый корешок вот он какой и таким образом начинаем так земляне не промочилась аккуратно начинаем мы ее сажать видно да немножко не промокла помочим так вернем следующий так вот он земля и у меня получается беру аккуратно трамбовую ну а у меня не много здесь корней 20 наверно будет это мы вот взяли просто его собрали самое все вам они выросли в горшке когда семена созрели значит они попадали и выросли а так надо собирать семена вовремя и потом самому сеять так же такая же будет рассада так давайте я наверно значит отключу сейчас засажу а потом но кручу и так я закончил фикировать сеянцы колонхое вот они у меня два ряда уместились где-то около 25 штук на этом значит сейчас мы быстро познакомимся узнаем что это за растение колонхое одно из самых распространенных и популярных на сегодняшний день растения которые можно встретить во многих домах однако начинающие цветоводы любители мечтающие приобрести это растение теряются зайдя в цветочный магазин среди огромного разнообразия различных домашних растений им сложно выбрать именно лечебное колонхое поскольку они не знают как выглядит цветок растение относится к классу суккулентов различается несколько видов колонхое среди которых можно найти как лечебные так и декоративные сорта лечебный вид можно узнать по следующим признакам итак лечебный вид это признаки у колонхое лечебного стебель довольно толстый зеленого цвета листья мясистые по краям имеет зазубринки и почти невидимые прожилки красноватого оттенка имеет треугольную форму на концах заостренные размножается путем отделения выросших почек которые сами падают на грунт и пускают корни высота растения как правило не превышает 50-60 сантиметров вот как я у меня это наш цветок самоселом насел семена вот это значит он у нас лечебный колонхое форма листа у него подходит длинная на краях у него мелкие зазубринки точь в точь как наш цветок использовать можно любую из разновидностей колонхое растет он довольно быстро поэтому не стоит переживать если вы использовали несколько листочков скоро вырастут новые особенностью этого растения является то что оно неприхотливое может расти в различных условиях однако в минимальном уходе все же нуждается колонхое лечебно необходимо периодически поливать а также омолаживать и менять почву в цветочном горшке так вот менять почву рекомендуют в горшке а вот декоративный сорт отличается от предыдущего своим внешним видом значит первое различие между ними это листья его легко узнать по большим и плоским листьям у него листья большие плоские как у капусты наподобие это декоративное колонхое которое имеет округлую форму и характеризуется отсутствием застренных краев то есть нет у него застренных краев декоративное колонхое также можно использовать для терапии для этого потребуется несколько цветков поскольку они имеют небольшие размеры это уникальный цветок особенно особенно полезен при профилактике гриппа и простудных заболеваний находясь в помещении колонхое действует как естественный динфектор и очиститель воздуха убивая бактерии и вирусы поэтому иметь такое растение в квартире весьма полезно так вот колонхое лечебное для лечения используется наземная часть когда стебель растения достигает высоты 40-60 см а его нижняя часть становится плотной колонхое лечебно обладает разно живляющим противовоспалительным кровоостанавливающим тонизирующим и антисептическим свойствам но основным достоинством этого растения является способность к мощному стимулированию регенитии ративных процессов в тканях то есть активное вещество колонхое помогает быстрому отечению и заживлению язв и ран в том числе и не заживающих продолжительное время а также сопровождающихся омертвением тканей и гнойными процессами ну также здесь есть и противопоказания у этого колонхое некоторые так что надо быть внимательным тут советовать можно всего вот вот ну старые люди знают еще как его применять уже вот предиспользуемое растение следует подготовить как минимум за 6-7 дней до срезки листьев необходимо полностью прекратить полив листьев и подкормку удобрения это способ наибольшему накоплению биологически активных веществ кроме того нельзя изменять температуру пурный режим освещенность а также менять местоположение цветочного горшка для лечебной цели лучше использовать подросшие растения возраст которых составляет около двух лет около двух лет значит можно использовать лечебное растение лечение будет более эффективным связать можно только нижние листочки загрязнения и пыль необходимо протереть чистой салфеткой после срезки листья заворачивать непрозрачные ткани помещает прохладное место это может быть погреб или полка холодильника хранить материал следует не менее 10 дней вот значит таким свойственным обладает наш цветок каламхоя много всяких есть рецептов из него приготовления все это надо можно найти почитав литературу так я буду это ну вот у него противопоказания основные аллергия ревматизм беременность понижение артериальное давление бывает в некоторых вот такие противопоказания так что надо быть внимательным тоже на этом я буду заканчивать этот обзор каламхоя тех кто сажает уже знает тех кто хочет посадить вот вам возможность изучения как его посадить как выбрать на рынке магазине описали понятно что лечебный главное лечебный каламхоя главное определение по листьям лечебного длинные листья у декоративного они округлые как типа капусты вот самое главное если будете выбирать ну все на этом я заканчиваю всего доброго до скорой встречи подписывайтесь на канал